День весеннего равноденствия в 2021 году У древних народов весеннее равноденствие ассоциируется с приходом весны. Поэтому встречали праздник с особой теплотой, бурными гуляниями и восхвалением солнца. Считалось, что в этот день природа просыпается от зимнего сна. Тьма отступает, а дни увеличиваются. День весеннего равноденствия в 2021 году наступит 20 марта. Солнце в этот период пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное. А день сравняется с ночью по продолжительности. Для наших предков этот день был важным. Его отмечали с большим размахом. С утра хозяйки выпекали печенье в форме жаворонок и блины, украшая их сахарным сиропом и пшеничными зернами. Первые сладости предзначались медвежьему богу. Таким образом люди пытались задобрить божество, чтобы впредь хищники не нападали на мужчин, пока те на охоте. Далее все шли на ярмарку, по дороге пели и танцевали, и даже участвовали в увлекательных играх, например, перетягивание каната, прыжки через костер, городки. Победители, как правило, природа защищала от темных сил. К вечеру на городских площадях массово жгли костры. Считалось, что высокое яркое чистое пламя – залог сытой и счастливой жизни в наступившем году. И завершали наши предки день тем, что катили с горы в реку горящие колеса – символы солнца. День весеннее равноденствие считалось магическим днем, и после захода солнца молодые девушки приступали к гаданиям. Выпекали пряники, а в сырое тесто клали мелкие предметы. И каждый предмет что-то означал. Если дама вытащила выпечку с колечком внутри, готовьтесь в этом году к свадьбе. Монета к достатку, ключ к наследству, бусинка к беременности, серьга к встрече с ужином. Популярны и медитации. Девушка зажигает свечу, садится в кресло и расслабляется. Далее представляет ту жизнь, о которой мечтает. Как будто она живет в огромном доме. Ездит на дорогой машине. И далее по списку, чего сами захотите. Считается, что именно в этот день небеса вас услышат. И в жизни начнут постепенно происходить изменения. Для того, чтобы узнать имя будущего мужа перед сном, надо написать на семи листках семь мужских имен и положить их под подушку. Утром, не проронив ни слова, достать одно и прочитать. Наши предки верили, что это все сбудется. Приметы. Если погода в этот день морозная, то ждать до конца весны еще 40 морозных дней. Если теплое, ближайшие 40 дней будет тепло соответственно. Увидели, как летят стая птиц, хорошему зерновому урожаю. Если простить все свои обиды и выгнать из мыслей злость, весь год природа будет щедрой. Если облака плывут по небу быстро и высоко, лето и осень будет теплыми.